Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. По открытию счетов и PayPal меня подкорректировали, что не во всех странах это работает, в Узбекистане не работает. Согласен, с PayPal сложности в Узбекистане, действительно, во всех остальных советских республиках, их было 15, кто не помнит, работает, кроме Узбекистана. В Турции не работает, например. Ну вот, особенности работы с PayPal. Но, по поводу Узбекистана, можно открыть компанию и открыть счет в американском банке дистанционно, и открыть просто традиционный мерчант, прям банковский мерчант или Esquaring. То есть, вы можете, таким образом, используя ваш банк, например, вы открыли в Банков Америка, или там в Чезе, или в Сити, или в Элсфарго, вы можете просто банковский мерчант использовать. И деньги будут также поступать к вам на счет. Просто это сложнее, чем PayPal. PayPal там 3 минуты, и все, и открыл. И он работает. И сошел не нужен, ничего. С банковским мерчантом есть определенные моменты, то есть, там, поручителя. Но это тоже все решаемо. Если у вас стоит вопрос, вот вы занимаетесь бизнесом в своей стране, и стоит вопрос, чтобы аккумулировать деньги в долларах, у вас закупки в долларах, допустим, и в Китае закупаете, и в Арабских Эмиратах закупаете товар, и вам не хочется терять на разнице в курсе, то есть, у вас покупатели, например, купили в рублях, а вы потом и делаете транзакцию, перевод в доллар, вы теряете на вот этом курсе постоянно валют, тем более, если он скачет. Сейчас вот полная нестабильность с рублем, с тем же самым, и с другими валютами. С гривеной нестабильно, но с рублем особо он скачет, потому что санкции, непонятные политические отношения между Россией и Соединенными Штатами, и все это влияет на бизнес, все это влияет на экономику. Вот вы продали, вы продаете, я уже приводил пример, продаете сотовые телефоны, вы продали там на миллион рублей сотовых телефонов, перевели, вам надо их переводить в доллары, потому что у вас закупка за границей, а так у вас сразу будут деньги аккумулироваться в зарубежном банке, то есть, вы, находясь в своей стране, особенно если у вас онлайн-торговля, то вы сразу эти деньги, вам поступают в зарубежный банк, ваш банк, банк, который вам принадлежит, оформлен на вашу компанию, не надо приезжать в Соединенные Штаты, не надо получать визу, мы все это делаем и уже много лет этим занимаемся, поэтому обращайтесь. И если вам надо настроить потом платежи, чтобы снимали с карточек, чтобы вы могли снимать с карточек через тот же, например, PayPal, либо через другую систему, их много на самом деле, вы можете просто в Google ввести международные системы приема платежей, и вы это все организуете уже самостоятельно, тут уже мы вам даже не нужны, то есть, когда у вас счет будет открыт, компания будет открыта, мы вам подскажем, как там, какие-то нюансы по привязке к системе платежей вашего счета, и, пожалуйста, пусть деньги к вам поступают, и аккумулируйте их в долларах, делайте закупки, храните в долларах, в зарубежном банке, никто у вас их не заберет, ни следователь, ни пристав, ни прокурор, ни судья, они за границей, невозможно забрать ваши деньги, они принадлежат только вам. Пишите, звоните, у кого есть вопросы, плюс 1 646 477 05 00, вайбер, либо ватсап.